Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяния апостоловских» образимся к 24 главе. В предыдущих главах, краткое содержание предыдущих серий, потому что этот рассказ действительно делится на этапы. В 22 главе Павла арестовывают, он должен оправдаться, от разъяренной толпы его прячут в крепость. Потом в 23 главе Павел апеллирует к фарисеям, которые немедленно начинают распред с садукеми. Павла опять прячут в крепость. И чтобы его партизаны не убили, отправляют вышестоящему начальству в город Кесарию. Вот привезли Павла в Кесарию. 24 глава рассказывает о том, как туда пришел первосвященник Канания со старейшинами и с неким, здесь написано, ритором, чертуллом. По-видимому, это был толмач, который говорил то ли на греческом, то ли на латыни, и был сведущ в правилах красноречия. Скорее, все же на греческом. Потому что первосвященники и вообще образованные иудеи чаще всего владели греческим, а то и латынью. Но не настолько хорошо. И кроме того, было принято, чтобы все-таки профессионалы в вопросах красноречия, профессиональные ораторы, учителя риторики, вот представляли то или иное дело. Короче говоря, первосвященники нанимают спикера, который от их имени предъявляет эти самые обвинения. Ну и выясняется, что хотя они пять дней добирались до этой самой кесарии, у них было время подумать, как и в чем они будут обвинять апостола Павла, они так ни в чем серьезном обвинить его и не могут. Тертул, начиная свою речь, обвинительную против Павла, сначала цветисто благодарит правителя Феликса, достопочтенным и обязанным многим миром, попечению, благоустроением всего народа. Ну, по-видимому, ничего, кроме риторики, не стоит за этими словами, насколько можно судить. И никаким таким благоустроением всего народа они Феликсу не обязаны. Ну вот, так принято. И на всякий случай первосвященники говорят своему спикеру, что давай постарайся подальститься. И он так выбирает такие льстевые выражения. Вот мы просим тебя выслушаться с нисхождением. Мы нашли этого человека язвой общества. Язвой общества. Возбудителем мятежа между иудеями, живущими в Вселенной. Ну, потому что язва общества, ну, хорошо, язва и что такого? Это не вина доступная смерти. Нет, Павла обвиняют в том, что он возбудитель мятежа между иудеями, живущими по всей Вселенной. Вот возбудитель мятежа – это действительно деяние, караемое смертью, достойное смерти. По римскому обычаю и закону мятеж против Рима должен быть сурово покаран. И для зачинщиков мятежа карой, конечно, должна быть смерть. Вот возбудитель мятежа между иудеями, живущими во Вселенной. Но нагнетая ужаса, потому что возбудитель мятежа – это действительно статья, действительно повод для казни. Но нагнетая, здесь Тертул говорит, возбудитель мятежа между иудеями, живущими во Вселенной. Вселенная Кумения – обитаемая империя от Испании до Сирии, от Верховьев Нила до Британии. Ну, там нету мятежа среди всех иудеев. Поэтому сразу обвинение оказывается смехотворным. Возбудителем мятежа Павел на самом деле не является. Иудеи не бунтуют во Вселенной. Ну, там в какой-то момент споры бурные в Риме начали происходить, их оттуда всех сразу изгнали. Поэтому уже в этом пункте обвинение оказывается крайне ущербным. Ну, а дальше Павла обвиняют в том, что он представитель назарийской ереси. Ну, опять-таки, ересис, да, по-гречески означает выбор, некоторое направление выбранное в рамках иудаизма в целом. Отваживался даже осквернить храм. Да, мы взяли его и хотели судить. Во-первых, Павел не осквернял Иерусалимского храма. Во-вторых, не первосвященники, не храмовая стража его арестовала. Им пытаются изобразить это дело как происходящее в законном порядке преследование человека, нарушившего храмовый порядок, какие-то нормы. Вот. Но тысяченачальник забрал его у нас. Мы бы типа все давно бы сделали, но вот тысяченачальник виноват в том, что мы теперь вынуждены тебе разъяснять свою позицию и обвинение апостолу Павлу. Хотя, опять-таки, это на самом деле все немножко по-другому, не так. И Тертул, заканчивая обращение к проконсулу Феликсу, говорит, ну, ты можешь сам узнать от него обо всем том, в чем мы защищем, в чем мы обвиняем его. Павел. Во-первых, начинает свою речь тем же риторическим приемом. Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ, я тем более свободно буду защищать мое дело, по-видимому, все произносящие подобное, как и все слушающие подобное, понимают, что это только фигура речи и ничего более. Но, тем не менее, фигура речи, которая нужна, ее нельзя просто взять и игнорировать или сказать о положении вещей, как оно есть на самом деле. И, собственно, здесь перед проконсулом, перед правителем Феликсом защитительная речь Павла очень простая, ведь они ничего не докажут. Они ничего не могут доказать, что я действительно делал хоть что-то, в чем они меня обвиняют. Они не находили меня ни с кем спорящим или производящим народное возмущение. Я не причина мятежа. говорит Павел, я вообще ни с кем ни о чем не спорил, не вступал ни в какую публичную перепалку. Не было этого. И действительно не было. И действительно Синедрион не может привести там пару человек, которые что-нибудь такое на Павла наврут. Даже этого не могут. но в том признаюсь себе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Вот эта формулировка важная, потому что зная, по-видимому, римскую позицию, по вопросу о разных религиозных культах, для апостола Павла важно сказать, что он служит Богу отцов моих. и обозначить таким образом свою веру или ересь, как называют ее фарисеи и садуки, именно как часть веры отцов, потому что Римская империя, как знает Павел, запрещает нововводные культы и чужеземные религии для Рима христианство оказывается и чужеземные религии и нововводным культом. Поэтому оно обречено, казалось бы, на темницу, гонения, казнь, однако апостол Павел, по-видимому, вслед за другими, по крайней мере, в Иерусалиме, говорит о том, что да, я вот служу Богу отцов моих. Это апелляция к римскому закону, который считает дозволительными в империи, кроме имперского культа, кроме римской религии, да, дозволительными считают только культы очень древние, очень традиционные, в частности, вот, почитание единого Бога Израиля было таким очень древним культом, который сама древность делала дозволительной. Ну, и дальше апостол Павел, в общем, говорит о том, что я имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, заметьте, да, воскресение мертвых, праведных и неправедных. И сам я тружусь, чтобы иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. И Павел, собственно, объясняет, что вот я пришел, чтобы принести милость у него, нашли меня очистивавшегося в храме ни с народом и ни с шумом, ничего никакого возмущения, ничего такого не делал, очистил, сухаян, как положено. И вообще непонятно, что, в чем они обвиняют меня, если могут что-нибудь доказать, пусть говорят. И, собственно, судят меня, говорит Павел, только за то, что я один раз громко произнес слово о воскресении мертвых. И дальше Феликс, правитель, поступает следующим образом. Он говорит иудеям, что, ну, хорошо, ладно, сейчас не могу, вот Лисий придет, он мне подробно расскажет, тогда я смогу продолжить рассмотрение дела. Павла, опять, он не хочет его отпустить, он говорит, давайте посадите его в крепость, но стеречь, но не стеснять и не запрещать никому из близких служить ему. То есть, собственно, Павлу запрещается только выход из этой крепости, а так он там относительно свободно живет, ну, внутри, конечно же, крепости. Вот, таким образом, отвадив от своего судилища иудеев, Феликс вроде как отложил дело в долгий ящик. Что Павел вообще-то все-таки сидит в тюрьме, ну, опять, правителя, как и других, это особо не волнует. И в последних строчках главы евангелист Лука пишет о том, что жена Феликса была иудеянкой и через несколько дней после этой попытки осудить и обвинять его, правитель его призвал и Павел служил, чтобы послушать его о вере во Христа. И Павел говорил о правде, о воздержании, о будущем суде. И причем говорил так, что, в общем, едва не убедил, как казалось бы, правителю, чтобы правитель поверил во Христа. Тот прям вот очень доброжелательно принимает это все, но Павлу вдруг не отпускает. почему он лукопишет честно? Потому что он все время надеялся, что Павел даст ему денег. Ну, вот прям невозможно. Видишь, что человек ни в чем не виноват, но отпустить нет, денег надо. За бесплатно отпустить невозможно. ну, как это так? Вот, понимаете, очень жизненная, узнаваемая такая позиция. Даже если положено по закону, ну, что же, сделать за бесплатно положенное, ну, как? А же, в результате вот Павел сидит, Феликс время от времени беседует с ним и по большому счету вся беседа в том, что ну, ты говори, говори, а если дашь денег, я тебя отпущу.